Добрый день дорогие друзья! Не изменяя своим традициям, как всегда в это время, в эфире телеканала Хабар вас приветствует программа «Важно знать» – ваша самая главная общественная приемная программа, в которой мы поднимаем и обсуждаем наиболее актуальные и интересующие общества темы. Вакцинация. В последнее время вокруг этой темы развернулись нешуточные споры. Огромное количество противников и тех, кто за вакцинацию. Что же происходит в сфере нашего здравоохранения, как вообще происходит процесс вакцинации и на многие другие вопросы с этим связанные, мы постараемся ответить сегодня в нашей программе. Сегодня у нас в гостях Берик Шарип, заместитель председателя комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Берик Шарипович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас благодарю, что вы вместе с нами. Я думаю, получится у нас с вами интересная беседа. А вам, дорогие друзья, тем временем хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 553-710. Находимся в городе Астана. Код 7172. Либо же вы можете задавать свои вопросы и комментарии благодаря социальным сетям. Адрес нашей программы сейчас как раз на ваших экранах. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии, высказывайте свое мнение. Ну и прежде чем мы начнем это обсуждение, как всегда по традиции предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Казахстанские медики бьют тревогу. По данным Минздрава, за последние пять лет число отказавшихся от прививок казахстанцев стало в три раза больше. В Караганде даже создали специальную комиссию. Она разъясняет родителям важность вакцинации. Поводом послужило то, что в перинатальном центре Караганды 70 женщин отказались прививать новорожденных от вирусного гепатита и туберкулеза. Врачи не устоит повторять, вирус гепатита B особенно опасен именно для детей. Почти 90% заразившихся малышей становятся хроническими носителями вируса. Вот такие тенденции в последнее время все чаще и чаще мы наблюдаем в нашей стране. Большое количество родителей по той или иной причине отказываются вакцинировать своих собственных детей. И что очень часто, как мы знаем, опять-таки, из новостных блоков приводит даже к летальным исходам. Берег Шерипович, мы действительно отмечаем, к сожалению, эту не очень хорошую тенденцию, когда родители по тем или иным причинам все-таки не соглашаются вакцинировать. Может быть, нам уже на уровне нашего правительства принять некие госпрограммы, какие-то обязывающие все-таки родителей делать вакцины, чтобы не подвергать рискам детей? На самом деле такая инициатива уже единожды выносилась. Однако вы должны понимать, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, так же, как написано в Конституции, гражданин из Уликистан имеет право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. То есть подразумевает то, что это необязательная норма, и в свою очередь он и может отказаться от этого. Хотя во многих развитых странах, к примеру, во Франции, в Италии, есть присмотренные штрафные санкции, которые обязывают родителей проходить вакцинацию. Мало того, в школу или дошкольные учреждения, допустим, дети, не получившие вакцинацию, они не имеют права поступать. В случае же, если ранее эти дети поступили, допустим, в Италии только объявили об этом вопросе, они вменили всем пройти вакцинацию в случае непрохождения, выставляют штрафы в зависимости от угрозы, от 500 до 7,5 тысяч евро. То есть, как бы, прецеденты есть, и зачастую, как бы, политика зависит от самого государства. На ваш взгляд, значит, в этой связи, может быть, нам все-таки не хватает необходимой информированности населения? Необходимо, может быть, более правильно делать какие-то разъяснительные работы, для того, чтобы было понимание всех за и против данного вопроса? На самом деле, мы с вами согласны. Вообще, как Министерство здравоохранения, мы сейчас работаем с этими группами населения. В целом, за 9 месяцев 2017 года отказались от вакцинации 12 1274 человека. Порядка 46%, когда мы уточняли причину отказа, они говорили по личным убеждениям. Порядка 40% отказались ввиду религиозных убеждений. То есть, хотя мы предполагаем, что возможно, что личные убеждения подразумевают те же самые религиозные убеждения. Наибольшее количество отказов у нас приходится на западные регионы и на Южно-Казахстанскую область. Поэтому мы, так как это все-таки право, максимально через амбулаторно-поликлинические организации, через центры ЗОЖ, то есть мы проводим работу по профилактике отказов. На основании проведенной работы из этих 12 274 человек, порядка 1197 человек все-таки прошли вакцинацию. То есть мы в конечном итоге их убедили, что вакцинируется есть необходимость. На самом деле, население сейчас очень много смотрит какие-то статьи, понятно, кто-то ссылается на какие-то отрицательные моменты, кто-то, допустим, порядка 8% респондентов опросов, они говорят, что мы отказываемся, ссылаясь на качество вакцины. Хотя на самом деле, как бы, это не так. Берег Шерпич, мы сейчас к этой теме насчет качества с вами обязательно вернемся. Дабы все-таки понять, насколько у нас в этой области наше здравоохранение развитое, имею в виду с точки зрения вакцинирования, хотелось бы понять, а вообще, какие вакцины сегодня существуют? От какого количества различных заболеваний казахстанцы могут вакцинироваться? Ну, вы должны понимать, есть национальный календарь прививок. У каждой страны он разный. То есть, чем более развитая страна, чем более на финансовом источнике, соответственно, как бы, у этих стран календарь прививок шире. У нас есть 21 вакцина, которая, как бы, закупается за гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Четыре из них приобретаются на местный уровень за счет местных бюджетов. И 17 вакцин приобретаются за счет республиканского бюджета. Ежегодно прививается порядка 5 миллионов человек. Из них порядка 1,3 миллиона – это дети. Все вакцины, которые мы приобретаем, в том числе, в первую очередь, для иммунизации детей, это вакцины, которые рекомендованы в семейной организации здравоохранения. Поэтому сказать, что там они некачественные, как бы, этого нельзя. Вот, когда вы говорите про 5 миллионов, сегодня эту цифру озвучили, это как раз-таки тот разряд людей, который подпадает под бесплатное гарантированное вакцинирование, да, и медицинское обслуживание, либо же это общее число? Нет, это, в первую очередь, гарантированное вакцинирование. А, иначе, получается, мы понимаем, что человек может вакцинирование получить, само собой, и на платной основе? Допустим, вы должны понимать, что часть вакцин, допустим, против гриппа, к примеру. Мы приобретаем в год порядка 1,4 миллиона вакцин против гриппа. Естественно, в первую очередь, мы приобретаем группы риска. Это дети, часто болеющие дети, это беременные женщины, это группы риска, которые работают в общественных местах, это медработники и так далее. Соответственно, как бы мы не охватываем полностью, как бы всех тотально. Многие, они могут в частном порядке обратиться на платной основе, пройти вакцинацию. Вот, опять-таки, возвращаемся лишь к тому, что, дорогие друзья, опять-таки, в данных вопросах необходимо, нужно информирование, правильное информирование, где нужно правильно спозиционировать, чем же это чревато для нас лично, если мы, собственно, об этом сами не подумаем. 553-710, это телефон нашей студии, у нас уже есть телефонный звонок, как мне подсказывают. Алло, добрый день, вы в прямом эфире, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Асель, и у меня такой вопрос, касающийся прививки. Если мы, родители, отказываемся от прививок, что нам за это грозит? И второй вопрос, примут ли без проблем таких детей в детские сады и в школы? Спасибо большое, спасибо. На самом деле, как я говорил, есть международный опыт развитых стран, что идет отказ от приема детей. Почему? Потому что дети не привиты и сами по себе являются риском для детей, которые уже привиты от вакциноуправляемых болезней. В нашей стране так это добровольно, то есть, как бы, никаких запретов, даже если был отказ от прививки, мы не выставляем. В этой ситуации, как бы, основная угроза, это угроза для ребенка, там, что в детском саду или в школе, в период эпидезона, они могут заразиться тем или иным заболеванием. В частности, почему эти заболевания называются вакциноуправляемыми? То есть, как бы, благодаря вакцинации можно проводить профилактику. И во многих, благодаря вакцинациям, от многих болезней сейчас, как бы, раньше, если были, там, эпидемии чумы, оспы, то, соответственно, как бы, их сейчас нет. Почему? Потому что это произошло именно благодаря повсеместной вакцинации. Им, в первую очередь, грозят это осложнение. То есть, есть, к примеру, допустим, дифтерия, она сама по себе, как никакая другая инфекция, она особо грозна осложнениями. До 30% непривитых от вакцины возможен летальный исход. Мало того, есть такие грозные осложнения, как параличи сердечной мышцы, параличи легочной мышцы, диафрагмы. То есть, соответственно, как бы, здесь, в этой ситуации, как бы, если ребенок не привит, то заболевание, соответственно, будет, как бы, протекать со всеми угрозами и осложнениями. Вот вопрос, который, опять-таки, прозвучал сегодня на уровне, опять-таки, нашего министерства образования. Как-то этот вопрос координируется, да? Действительно, непривитый ребенок может ли в детский сад и в школу поступить, попасть там и так далее? Может поступить. Вопрос к нам пришел еще благодаря электронному адресу нашей программы из социальных сетей. Вот что интересует наших зрителей, да? Стоит ли вакцинироваться после начала эпидемии? Ну, на самом деле, как бы, надо понимать, что, конечно же, оптимальный вариант – это проводить вакцинацию в предэпидемический сезон. Это в октябре, в ноябре месяц, допустим, против гриппа, к примеру. А в случае, если все-таки эпидемия началась, надо понимать, если вы не переболели, или есть первая волна всплеска, допустим, эпидемии, есть вторая волна. То есть, как бы, предсказать о том, что заболеете, вы заболеете, как бы, очень тяжело. Поэтому в любом случае, как бы, можно прививаться. Действует поговорка «лучше поздно, чем никогда». Виктор Шерепович, вот сейчас давайте затронем тему качества. Я думаю, то, что интересует всех и каждого, да? Когда мы сегодня говорим про вот эти медикаменты, сложился, к сожалению, такой дурацкий стереотип о том, что там, ну, медикаменты и качество у нас, особенно, когда это касается бесплатной медицинской помощи, мягко говоря, оставляют желать лучшего качества, да? Вот как вообще вы парируете вот эти темы, да? Что, какие мы препараты используем? Насколько действительно они отвечают всем современным требованиям? Ну, на самом деле, все вакцины, они проверяются. Любая партия, которая приходит в Сублике Астана, она проверяется. Но даже при закупе мы учитываем, в первую очередь, рекомендации всеми организаций здравоохранения. Как я говорил ранее, как бы мы используем только рекомендованный ВОЗ вакцинный. И, естественно, как бы мы завозим самые качественные. Были моменты, когда некоторые говорили, что там в частных клиниках вы можете получить более качественную вакцину. Но это были прецеденты касательно того, что государство покупало вакцины подешевле. Они были с цельноклеточным компонентом. Естественно, как бы они даже вот сама иммунизация протекала тяжелее немножко, чем те, которые использовали вакцины, так называемые, не цельноклеточные, а субъединичные. И, естественно, как бы это было до 2013 года. После 2013 года, даже сейчас, государство в основном покупает поливакцины. То есть это все полноценно проверено и так далее? Да, то есть, соответственно, оно полноценно проверено. И мы покупаем вакцины последнего поколения наиболее качественные. Игорь Шерепевич, ну, у нас время уже потихонечку подходит к завершению, но хотелось бы отметить очень важную актуальную вещь. Зима уже не за горами, совсем чуть-чуть осталось, да. И мы прекрасно понимаем, что опять очередная пора гриппа, скорее всего, нас ждет. Ну, все-таки нам такой вот совет специалистов в этой области. Какая будет у нас эпидемия? Насколько она сильна? Ждать ли нам новый штамп гриппа в этом году? Какие-то советы можете дать сейчас? Вы знаете, как бы это предсказать очень тяжело. На самом деле, даже когда вакцины изготавливаются, они изготавливаются, определяются определенные возможные штаммы, которые будут в этом году актуальны. Как бы эти, на основании этих рекомендаций в мире организации страхования, они изготавливаются вакцины. А у нас мы закупили сейчас трехвалидную вакцину, грипп ООПлюс. В принципе, как бы это именно те штаммы, которые были определены в мире организации страхования. Поэтому мы надеемся, что мы как бы благодаря той самой вакцинации постараемся провести профилактику. Но, естественно, от вирусных инфекций как бы защититься очень тяжело. Поэтому я надеюсь, что как бы пяти сезон мы пройдем легче, чем в прошлом году. Последний вопрос в этом плане очень интересует. Сегодня та вакцинирование, система поддержки, бесплатного медицинского поддержки, да, она распространена абсолютно равномерно по всем регионам страны? Да, тут нет разделения, как бы. Естественно, все те группы, которые входят, которые в обязательном порядке должны быть привиты в соответствии с национальным календарем, они охвачены вакцинацией. Поэтому, дорогие друзья, помните одну простую вещь. Опять-таки, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И действительно, лучше об этих вещах подумать заранее, прежде чем началась какая-либо эпидемия, и чтобы завтра об этом, конечно, не переживать. Я вас благодарю за эту беседу. Хотелось бы пожелать всего самого наилучшего. Можно некоторые дополнения? Да, ну, если только кратко. Да, коротко, хотел бы сказать, вот по отказам. В основном все ссылаются больше всего на какие-то религиозные убеждения. Очень простой пример. Если вы хотите поехать в Саудовскую Аравию, в Нахадж, в Мекку, то вы в обязательном порядке должны представить справку о том, что вы привиты от негативокуповой инфекции. Это да, это очень важно. Если вы хотите поехать на учебу в Соединенные Штаты Америки, либо куда-либо... Спасибо большое. Это очень яркий, короткий пример. Берег Шарипович, я вас благодарю за эту беседу. Вам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях был Берег Шарип, заместитель председателя комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения нашей страны. Это была программа «Важно знать», в которой мы обсуждали крайне важную и необходимую тему. Помните об этом. Здоровье – это первая вещь, о которой мы должны думать сегодня. Мы с вами увидимся здесь же, в эфире телеканала «Хабар». Будьте здоровы, и пусть у вас все будет хорошо. Счастливо. Продолжение следует...